К другим темам. Больше холодной воды и специальные шалаши. Сотрудники новосибирского зоопарка помогают животным легче переносить жару. Отдельное внимание, разумеется, белым медведям, но особый уход и рацион в такую погоду требуется даже выходцам из Африки. Тема продолжит Иван Горбатов. По прогнозам синоптиков, в новосибирске неделя предстоит жаркой. Температура может доходить до плюс 30 градусов. Однако сотрудники зоопарка к резкоконтинентальному климату привыкли. В арсенале множество методов борьбы с жарой, так что здоровью животных ничего не угрожает. Самое главное – это обеспечить животных чистой питьевой водой. Поэтому у сотрудников дополнительный проход по вольерам обязательный. Они должны следить, чтобы у всех была чистая питьевая вода и добавлять по мере ее исчезновения. Ветки в вольерах создают тень, которая может защитить от солнца. Особое внимание сотрудники зоопарка уделяют обитателям с севера. Также в вольере самки с медвежатами у нас установлен льдогенератор, который генерирует у нас три тонны льда за сутки. И медвежата очень любят там резвиться. Это тоже, конечно, охлаждает. Палящее солнце может навредить не только с животным. Для посетителей на территории зоопарка есть специальные лавочки в тени деревьев и фонтаны с чистой водой. Меры спасения от жары в новосибирском зоопарке предусмотрены не только для животных. Вот такие фонтанчики с чистой водой расположены на всей территории зоопарка. Здесь любой желающий может освежиться или помыть руки. Сами животные спасаются от жары просто – спят или лежат в тени. Поэтому, если вы запланировали поход в зоопарк, вряд ли стоит рассчитывать, что волки, тигры, медведи будут резвиться на ваших глазах. Иван Горбатов, Константин Менин. Новости ОТС.